Говорят, чтобы заниматься спортом, мало хорошей физической подготовки. Нужно владеть волевым характером и упорством. Не понаслышке об этом знают люди с ограниченными возможностями здоровья. В спорткомплексе «Лидер» на прошлой неделе прошел открытый чемпионат Славинского района по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. С подробностями наши корреспонденты. В спортивном комплексе «Лидер» собрались сильные духом люди. Те, кто, несмотря на невзгоды, продолжает жить дальше и радоваться каждому дню. В соревнованиях по настольному теннису приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья из 10 районов края. Участников поприветствовал глава района Роман Сенеговский. Наши паралимпийцы имеют ряд побед. Спасибо вам за это, что вы упорные, целеустремленные, занимаетесь культурой, спортом. Для этого в Славинском районе открываются спортивные площадки для паралимпийцев, проводятся всевозможные турниры. Участники соревнований любят этот вид спорта. Активно в нём участвуют, говорит тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре детской юношеской спортивной школы «Изумруд» Наталья Пивнева. К тому же, это отличная возможность пообщаться, встретить новых друзей. Сегодня проводится открытый чемпионат Славинского района, в котором принимают участие 10 муниципальных образований, 48 участников, из них 18 колясочников. Людям очень нравится к нам приезжать, и этот чемпионат позволит присвоить спортивные разряды нашим спортсменам, кто принимает участие. Это позволяет им не только улучшать своё здоровье, но для них очень важно общение. Мы позволяем им это делать, они общаются уже друг друга, знают. Екатерина Алексеенко из Северского района занимается лёгкой атлетикой и настольным теннисом около 10 лет. Спорт в буквальном смысле слова поставил её на ноги, признаётся девушка. Благодаря регулярным тренировкам Екатерина смогла забыть, что такое инвалидное кресло. Я раньше вообще на коляске была, и спорт меня поднял. Именно не то, что в теннис, я ушла в лёгкую атлетику, и всё, и так дальше продолжаю. Даже если её убрали, ну уже для себя, потому что без неё я вообще, мне надо двигаться постоянно. Как в любых спортивных состязаниях, в чемпионате по настольному теннису были определены победители, присвоены разряды. По признанию участников в этих соревнованиях, победа не главное. Важнее полученный опыт, новые эмоции, радость от общения. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа События.